Всем привет! В этом видео хочу рассказать о GPS, как сделать прокладку на GPS, как перенести эту прокладку на радар, как сделать селф-тест, если у вас какая-то проблема с координатами, какая-то неточность, надо обновить сателлайты, как это сделать? Итак, прежде всего, когда вы садитесь на судно во время handover, вам надо... Одно из пунктов, вам надо узнать, какой GPS, первый либо второй, синхронизирован с каким из радаров, S-Band и X-Band. В моем случае GPS-2 синхронизирован с S-Band радаром. Итак, начинаем. Как делать прокладку? Заходим в мод. В данном случае представлен GRC, DGPS Navigator. Модель его внизу, он вы видите на дисплее. Все GPS-ы, принцип работы одинаковый и как забивать прокладку на всех практически GPS-ах, на всех судах одинаково. Более новые модели туда впихивают дополнительные функции. Вы там можете вариацию смотреть, всякие еще дополнительные функции. Но вот такой старенький GPS-ик. Лучше всего, когда никаких лишних функций больше нет, только основные. Заходим в мод, в waypoint, make. Сначала делаем точки. Задаем номер точки 001, enter. Имени обязательно забиваем, координаты. Координаты. Наша начальная точка, откуда мы отходим. 29, 33, 730. Нет, не то. 29, 33, 470. Если норд, то оставляем норд. Если саус, то меняем на саус. Enter. Меняем на вест. В данном случае у меня вест. Вбиваем долготу. 0, 89, 46, 815. А, опять не то. 0, 89, 46, 709. Enter. Первую точку сделали. Забиваем. Итак, по порядку. Все ваши точки, так же самое, как на Эгдисе. Вы себе распечатываете и забиваете one by one каждую точку. Так, следующая. 0, 0, 2. Enter. Забиваем координаты. Второй точке. 29, 33, 732. Enter. Меняем на вест. 0, 89, 46, 815. Enter. Вот две точки мы забили. В зависимости от того, сколько точек у вас там будет. 50, 60. По очереди забиваете. Потом выходим. Заходим опять. Waypoint. Root. И в руте выставляем. С какой, по какую точку мы идем. То есть, с 0, 0. Первой. В 0, 0. Вторую. Enter. Здесь мы забиваем alarm range. То есть, когда будет перескакивать на следующую точку рут на Эгдисе. Там за 5 кабельтовых, за милю. То есть, когда вы идете в океане, за 5 кабельтовых можно ставить. То есть, когда в узкостях, в речках, там расстояние между точками маленькое. Можно 1-2 кабельтовых ставить. Выставили здесь это все. Там 0, 0. 5, 0. 5 кабельтовых. Это еще и навыше. Потом lag change. Ставим не manual, а авто. Чтобы автоматически перескакивало. Enter. Выходим в меню. Navigate. И все. Вот у нас на меню, на главном дисплее отображается с первой, во вторую точку мы идем. Какой курс. Дистанция. 0,274. И идем, смотрим на радар. Появилась ли на радаре эта точка. Ну вот, наша точка. Начальная. Вторая точка, которую мы забили в GPS. GPS пищит постоянно, потому что мы находимся в этой точке, мы ее не прошли. То есть, если бы мы были в ходу, пересекли ее, он попикал бы и перескочил бы здесь, перескочил бы на следующую. Есть на некоторых судах Эгдис синхронизирован с радаром. Это намного удобнее. Вы, когда забиваете свою прокладку, нажимаете мониторинг, то есть она синхронизируется с радаром. То есть, у вас та же самая прокладка, что на Эгдисе, что на радаре. В таком случае, если Эгдис не синхронизирован у вас с радаром, тогда вы забиваете через GPS эти координаты. С Эгдиса распечатываете по этим координатам, забиваете в GPS, а потом запускаете в мониторинг. Для чего это делается? Это некоторые мастера требуют, некоторые не требуют. Если у вас Эгдис Праймари Минсов Навидейшн, это не столь важно. Если хотите, можете делать. Не хотите, в зависимости, я же говорю, от требований капитана. Дальше мы рассмотрим, как сделать селф-тест на GPS и проверить спутники. В этой части видео мы рассмотрим, как сделать обновление спутников, обновить статус сателлайт. Если у вас случился какой-то трабл, погрешность большая в координатах, вам надо обновить спутники. Грубо говоря, перезагрузить все это дело. Как это делается? Заходим в мод. На данной модели GRC GLR7700AMK2. Сат-статус. Сателлайт-статус. 29 спутников. Азимут. Данные по спутникам. Заходим в initial. Сюда. Нажимаем. And search the sky. Нажимаем search the sky. Просит подтвердить. Press enter to confirm. Нажимаем enter. И сейчас начнется поиск обновления спутников. Сейчас работает аларм на Эгдис. И на Джайро Компас. Position Failure. Вот вы слышите. Аларм работает. Position Failure. То есть, если даже вас какой-то проверяющий спросит. А как проверить аларм на Эгдисе? Position Failure. То есть, вы можете либо отключить, выключить GPS вообще. Либо запустить сателлайт-серч. Вот, можно наблюдать за этим алармом. Position Failure. No Data. Джайро Компас. То есть, когда у вас спутники перезагрузятся, все эти алармы уйдут. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, если было интересно. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok.